И сегодня мы снимаем репортаж из обновленных лужников С минимальным перевесом выиграет сборная России Первые 30 минут матча прошли, у трибуны в тишина, на поле тишина Друзья, всем привет! Вы долгое время спрашивали, где мы пропадали, но мы готовили для вас небольшой сюрприз И сегодня мы снимаем репортаж из обновленных лужников Где буквально через час сойдутся сборные России и Аргентины Через минут 30 эта арена будет полностью заполнена За время своего существования большая спортивная арена видела много различных мероприятий Среди которых Олимпиады 1980 года, финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы Турнир, который раньше носил название Куба Куэфа А в 2018 году здесь пройдет финал Чемпионата Мира Но главным событием для всех российских болельщиков является матч России-Англии 2007 года Который состоялся ровно 10 лет назад Матч России-Англии 2007 года стал в том числе отправной точкой для русского фанатизма На трибуне Ц, которая находится за моей спиной, мы развернули огромный баннер На тот момент самый большой баннер в Европе Перед игрой пообщаемся с болельщиками, узнаем их мнение по поводу сегодняшнего матча И помнят ли они, как закончился матч России-Англии 2007 года Парни, два вопроса есть к вам, задаем болельщикам, как сегодняшняя игра закончится Хорошей игрой и будет боевая мучья А кто нас забьет? Забьет, конечно же, Алексей Миранчук Интересно, за кого вы болеете? Ваш прогноз? Мы считаем, что Даша победит А с каким счетом? Ну хотя бы 1-0 Даша победит! Результативно! А счет? С минимальным перевесом выиграет сборная России! В 2007 году с Англией как сыграли? 3-1 3-2 Нет, а ваш прогнозик был? Не помню, забыл, забил Павличенко 2-1, оба года Павличенко забил Все, хорошей игрой и вам Спасибо, удачи! Как закончилась игра в 2007 году против сборной Англии? 3-1 Почему все думают, что 3-1? 2-1 А, 3-2 Павличенко забил 2-1 Павличенко сделал Павличенко, да Будем надеяться Смотрел С нами Тимофей, юный болельщик сборной России Тимофей, скажи, пожалуйста, как сегодняшний матч закончится? Ну, думаю, что Россия победит А с каким счетом? Ну, 1-0 А кто забьет? Мы 10 лет назад сборная России играла со сборной Англии Помните этот матч? Ну, да А как закончился? 2-1 Кто забил? Давай заново Ахахаха Сейчас Я Не Присмотрите, что происходит У Павличенко Рассказает Роман Роман Павличенко Субтянский Березунский Крюст Обилка Идь Крюст Роман Павличенко Забивает Стопой 5 Сегодняшний матч Друзья, провели небольшой опрос возле стадиона Как закончится матч 10-летней давности против сборной Англии Никто не угадал 3-1 1-0 Все называли штаб 2-1 Роман Павличенко сделал дубль Тогда мы попали на чемпионат Европы Интересно, как закончится сегодняшняя игра Пойдем на стадион Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, до начала игры осталось всего 10 минут И совсем скоро вы узнаете, что болельщики сборной России приготовили для вас Друзья, заполнены до отказа лужники Ну, по первым пяти минутам, конечно, Шиза Миларенко То есть болельщики отвыкли болеть за сборную Например, как это было там 10 или даже 5 лет назад Но сейчас, смотрите, какая интересная тема С помощью мобильных телефонов Подсвечивают месте Это подсвечивает дорогу на чемпионат мира Подсвечивают Мне кажется, наскорб Поход к концу, второй тайм Василий, что скажешь? Сборная России могла бы сыграть, конечно, и получше Но сыграла, наверное, свою силу на данный момент Посмотрим, что будет на чемпионате мира Негодуют, негодуют болельщики сборной России Аргентинцы держат мяч очень долго Вообще, что стоит отметить Чем болельщики сборной России занимались Они фоткали либо себя Либо зачем-то приближали и фоткали Леонеля Месси Просто не знаю, зачем эти фотографии им понадобятся Но ни о какой активной поддержке, к сожалению За исключением полутора, наверное, сектора Речи нет На самом деле, крутые ружники Я очень рад, что вернулся сюда спустя годы И, возможно, и отмечу обязательно, конечно, Дениса Глушакова Денис бил, Денис отнимал Денис созидал, обоспрял Денис, ты лучший Всем удачи, смотрите на следующий Смотрите, конечно, Деник фанат Стараемся вести трансляцию с других матчей в Бонгази Которые ожидают нас в 2018 году Ну, а на сегодня все Впереди Спартак Спасибо, что смотрели его Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok